Доброе утро всем тем, кто встречает новый день вместе с вами. Заваривайте кофе или чай, кто что предпочитает, и присоединяйтесь к нашей компании, потому что мы обещаем сделать ваше утро бодрым, веселым, а главное информативным. Доброе утро. Сегодня традиционно для вас в прямом эфире будут вещать Александр Ткачев и Ирина Борилюк. Мы работаем сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. Я думаю, что самое время начать с новостей и не простых новостей, а хороших новостей. Успеют ли в срок? Более ста пешеходных переходов возле детских садов и школ должны подготовить к первому сентября в столице Крыма. До учебного года остались считанные дни. Что уже успели сделать дорожники в Симферополе и каких высот достигли в регионах? Об этом в сюжете наших корреспондентов. Зебры на дорогах в Крымской столице стали ярче. Пока обновили разметку на 45 пешеходных переходах возле учебных заведений. Осталось еще 40. Работы идут и днем, и ночью. Обновляют разметку и возле детских садов. Зебру рисуют краской со светоотражающими частицами. Больше они напоминают стеклянные шарики. Именно они помогут водителям быть внимательнее и в темное время суток. По необходимости меняют знаки и устанавливают ограждения, чтобы никто не перебегал дорогу в неположенных местах. Перед нами что? Пешеходный переход! Детям из садика Веснянка новые пешеходные переходы помогают изучать правила дорожного движения, а воспитателям обеспечивать безопасность маленьких симферопольцев. Мы с детками часто гуляем, в детский парк ходим в Гагарина, тоже на всякие множественные экскурсии, в библиотеки. И очень важно, чтобы они чуть ли не с рождения приобщались к правилам дорожного движения. Несмотря на то, что до первого звонка осталось меньше недели, в Красноперекопске обновлять зебру еще не начали. У меня внучка ходит в детский сад. И вот скажите, как можно ребенка учить правилам дорожного движения, если разметки нет? Маленький ребенок не может каждый раз задирать голову. К сожалению, это, наверное, не понимают. Обновить пешеходные переходы требуют и водители, в то время как предупреждающих знаков и лежачих полицейских достаточно. Желательно бы обновлять, потому что они затираются со временем, плохо видно становится. Об этой проблеме знают и местные власти. Контракт с подрядной организацией заключили. Работы должны стартовать 29 августа. Аккуратно стави по сторонам. В Евпатории возле всех школ уже есть лежачие полицейские и предупреждающие знаки. Становится и ярче разметка. Дочь Сергея Сороки пойдет в третий класс. Живут в нескольких кварталах от школы. Всегда бегает через дорогу. Мы объясняем, как правило, дорожное движение. Я переживаю, что она ходит в школу. Темпы работ в городах республики разные. Но все подрядчики обещают успеть обновить пешеходные переходы возле учебных заведений в срок. Анна Нечуговская, Евгения Довжик, Анастасия Крапивина, Олег Черемисин. Новости 24. Удобство для маленьких пациентов. В курортной столице полуострова привели к федеральным стандартам детское медицинское учреждение. Оно вошло во всероссийский проект «Бережливая поликлиника», который внедряют в регионах. Репортаж подготовила Лилия Веджат. Дочь Марии Рудаковой попала в аварию. Черепно-мозговую травму купировали, но проблемы остались. Приходят сюда часто. Нужны разные специалисты. Отзывчивый медперсонал нам никогда в этом плане не отказывают, если какие-то медицинские показания. Всегда наша врач напишет. Ну, как бы хотелось бы, чтобы был еще детский кардиолог. А вот семья Ляшенко. Мама, дочери и сын. Он проходит медкомиссию в школу. Впервые не застали очередь в регистратуру. Ремонт красивый сделали, да. Вот регистратуру, новшества, талончики ввели, что не может не радовать. В жемчужине полуострова 18 тысяч детей. Медучреждение для них одно на весь город. И оно попало в программу «Бережливая поликлиника». За полтора месяца поменяли структуру первого этажа. Ввели электронную запись, появилась колясочная. «Бережливая поликлиника» – это экономия времени пациента и возможность быстро попасть на прием к конкретному врачу. Кроме того, мы поток выделили помещение для вызова врача на дом. Кроме того, пациент может вызвать по телефону. Мы сейчас оборудуем колл-центр. Можно записаться будет и через систему записи на портале госуслуг. Обновили стойку регистратуры. Поликлинику не реставрировали десятки лет. В ближайшее время подготовят проектно-сметную документацию на капитальный ремонт всего здания. «Это должен руководителю медицинской организации, потому что за счет средств учреждения, за счет спонсорских средств создал достаточно интересную модель, близкую к той модели, которую на сегодняшний день мы называем «принцип бережливой поликлиники». Конечно, мы доведем это до соответствия, так как было поручение президента Российской Федерации». Всероссийский проект направлен на создание комфортных условий для маленьких пациентов. Он позволит привести в порядок детские поликлиники не только в Крыму. «Бережливая поликлиника» распространяется по всем субъектам Российской Федерации. По плану на 2019 год в Крыму определили 9 детских медучреждений. Лилия Веджатый, Александр Смычек, новости 24, Ялта. 87 миллионов рублей на воплощение мечты. Это та сумма, которую получат участие проекта «Арт Таврида». Нужно сказать, что театр, кино, музыка, литература, волонтерские движения и десятки других направлений, в каждом из которых выбрали самых лучших. Заветные гранты достались ребятам со всей России. В их числе есть и счастливые крымчане. И об этом расскажет Оксана Куприянова. Если бы они снимали кино про свое лето, оно бы начиналось так. Жанр «Приключенческие концовка» счастливая. 1 миллион 200 тысяч рублей не в лотерею, а за собственный проект. На самом деле, да, было достаточно сложно защищаться, потому что эксперты, ну они такие суровые ребята, и ты стоишь перед ними, ну как бы переживаешь. И потом, когда меня вызвали на сцену, нас просто порвало, у нас эмоций столько было. На самом деле, ну не ожидали. Солидная сумма с шестью нулями пойдет на театральную постановку «Солнце за нас». Это социальная драма. По сюжету молодой преподаватель сталкивается с коррупцией. И это могло его сломать, но он боролся с этим и все равно верил в человека. То есть вы верите, что с помощью театра можно победить коррупцию? Я верю, да. И не только с помощью театра, но с помощью искусства в целом. Искусство, которое меняет мир. Фестиваль Таврида Арт, собравший десятки тысяч молодых людей со всей России, подарил каждому из них шанс пройти обучение у лучших наставников, презентовать собственный проект и получить заветный грант на его реализацию. Еще один грант в копилку полуострова. Проект под названием «Красивый Крым». Суть в том, чтобы выпустить развивающие книжки для детей. Его автор Ксения Шульман получила на эти цели 200 тысяч рублей. Вот эти 200 тысяч нам выдали под то, чтобы создать брошюры раскраски. Они будут иметься ориентировочно от 12 до 16 страниц. Скорее всего, это будет А4. На каждом листе будет изображение вида культурного наследия. Все эти книжки, мы планируем, что их будет около 3000. Мы распространим 1 сентября 2020 года в школу города Симферополя. Таким образом, координаторы проекта хотят привлечь детей к волонтерской работе. Сами же ребята до сих пор под впечатлением от фестиваля Таврида Арт. Такой фестиваль может выпасть для некоторых людей раз в жизни. И поэтому у Таврида это было прекрасно, солнечно, ярко. И хотелось бы еще раз. И продолжение следует. В 2020 году фестиваль Таврида Арт снова в Крыму. А к 2022 на месте его проведения в Судаке возведут образовательный центр. Арт-резиденция Таврида. Оксана Куприянова, Андрей Псом. Новости 24. А я напоминаю, что мы находимся на 16 этаже жилого комплекса «Альфа». Можно сказать, прямо на крыше. Декорациями нам сегодня служит Симферополь, столица Крымского полуострова. Именно на улицах Симферополя прекрасно чувствуется, насколько может быть жарким этот день. Кстати, на очередной ассамблее Организации Объединенных Наций было выявлено, что июль месяц 2019 года стал самым жарким месяцем. Вы в студии, в метеонаблюдении. А насколько жарким будет сегодняшний день, давайте узнаем из рубрики «Погода» прямо сейчас. Музыка «Погода» 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 Тяжело протекающие. Я помню, в своей фотографии такие были красненькие пятнышки. Я стояла вот как раз в таком свитере, кофточке спортивной, и зеленочка была вся замазанная. Тут точно, что были красненькие пятнышки на лице. От всех детских болезней, если во взрослом возрасте болеть, то осложнение есть. Светлана Прочитанская помнит, как ее сын перенес эту болезнь в детстве. Она продолжала водить Дмитрия в детский сад, когда началась эпидемия ветреной оспы. Считает, лучше переболеть этим недугом как можно раньше. Пошел в школу, во втором классе заболел. Ура, заболел. Дома посидел 10 дней, как положено, пришел в школу. С тех пор прошло 10 лет, но Дмитрий помнит и сыпь на коже, как ходил весь в зеленке. Зато теперь доволен тем, что недуг прошел без осложнений. Сейчас парень ведет здоровый образ жизни, даже вакцинацию проходит по календарному плану. У нас постоянно в школе идут прививки от разных болезней. У нас всегда мама дает соглашение, и спокойно идем, и прививаемся. Побочных никогда не бывало. Но ветрянка – лишь один пункт из перечня детских инфекций, опасных и для взрослых. Коклюш, корь, дифтерея, краснуха – это далеко не полный список. По статистике, около 15% людей переносят детские инфекции в возрасте старше 18 лет. Взрослые переносят такие болезни тяжелее, выздоравливают дольше, риск осложнений выше. Смертность от петрянки у взрослых в 30 раз выше, чем у детей. Паратит в народе свинка может сказаться на способности мужчин иметь детей. А краснуха может стать причиной серьезных пороков у ребенка, если ей заболеет беременная женщина. Как правило, чаще всего развиваются осложнения. С возрастом у нас уже организм не такой здоровый, и у многих имеются какие-то сопутствующие заболевания. И если человек заболевает инфекционными болезнями, о том числе дифтерия, корь, краснуха, эпидпаратит, гепатит – это очень тяжелые заболевания. В относительной безопасности могут чувствовать себя только те, кто младше 25 лет. Примерно до этого возраста действуют прививки, сделанные в детстве. После 18 у нас продолжают вакцинироваться против дифтерии, это очень опасная инфекция, против гепатита B, против кори. С 18 до 35 лет все население должно повторно провести ревакцинацию против кори. Почему? Дело в том, что в последний раз вакцинируется ребенок в 6 лет. И, естественно, с годами иммунитет просто ослабевает, и защита снижается. Казалось бы, детские инфекции в зрелом возрасте влекут за собой не детские последствия. Вспышки заболеваний врачи связывают с отказом от вакцинации. Главное помнить, что у прививок тоже существует срок действия. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Крымские аграрии одними из первых в России приступили к уборке подсолнечника. Таким образом, намолочены первые 5000 тонн с 3000 гектаров земли. Нужно напомнить, что подсолнечник является традиционной культурой для нашего полуострова, потому что он засухоустойчивый и любит обилие света, которого у нас, слава богу, более чем предостаточно. Но, напомню, еще не менее важная интересная дата. Дело все в том, что буквально неделей ранее наши аграрии приступили к сбору яблок, которых соберут в этом году 2500 тонн. Это, безусловно, яркое событие в жизни полуострова. Но чем славен сегодняшний день в ретроспективе? Давайте узнаем из хронографа. 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Со времени появления ядерного оружия было проведено почти 2000 экспериментальных взрывов. Опыт и история продемонстрировали катастрофические последствия таких исследований. Резолюция ООН призывает к всеобщему отказу от ядерного оружия. 29 августа 1698 года после путешествия по странам Европы Петр Великий предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду. Таким образом, самодержец попытался избавить Россию от архаичных обычаев, которые, по его мнению, сдерживали развитие страны. В 1698 году была введена пошлина на ношение бороды. Размер налога зависел от сословной принадлежности бородача. 29 августа 1780 года родился Жан Энгр, выдающийся французский художник и график, лидер европейского академизма 19 века. Получил и художественное, и музыкальное образование. Широкий кругозор мастера значительно повлиял на его творчество. Искусство Энгра вызывало неоднозначную оценку современников. Его работы выставлялись на тематических экспозициях художников классицизма, романтизма и даже реализма. В этот день, 188 лет назад, английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Установка, на которой было совершено открытие, состояла из железного кольца, обмотанного проволокой, по которой пускали ток. С помощью этого эксперимента Фарадей установил, что превращать магнетизм в электричество можно с помощью обыкновенного магнита. Ровно 136 лет назад в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую в истории электроплиту. Ученый использовал принцип выделения тепловой энергии при сопротивлении электрического тока, проходящего через нагревательный элемент. Сегодня изобретение нашло широкое применение как в быту, так и в высокотехнологичном производстве. 29 августа 1915 года родилась Ингрид Бергман, шведская киноактриса, обладательница трех Оскаров. Известность приобрела после исполнения главной роли в картине «Касабланка» 1942 года. В рейтинге 100 величайших звезд кино за 100 лет занимает четвертое место. В этот день, 49 лет назад, на советские экраны вышел фильм Сергея Паранджанова «Цвет граната». В киноленте показан духовный мир армянского средневекового поэта Саят Новы. История его любви, отношения к религии, светской власти, народу. В фильме отсутствует текст. Режиссер использовал исключительно визуальный ряд. Из-за этого решения под давлением цензуры картина четырежды подвергалась перемонтажу. Тем не менее, даже в усеченном варианте получила широкое признание во всем мире. Буквально через пару дней прозвонит первый звонок не только для школьников, но и для студентов. Кстати, у нас как раз по этой теме есть гость. Курьянов Владимир Олегович уже сидит на нашем мягком, удобном гостевом диване. Проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета имени Вернацкого. Ох, вспоминаю свои молодые годы, когда этот институт еще назывался имени Фрунзе. Было такое славное время. Ну, надо сказать, что учился я, конечно, не там, а в другом замечательном заведении. В каком, не скажу. Я надеюсь, потом расскажешь. Это было слишком давно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Замечательно. Погода хорошая, солнце светит. Приехал к вам на эфир. Это уже хорошо. Но я подозреваю, что у вас как раз сейчас самые горячие деньки, потому что несколько дней, и все начнется. В этом смысле, конечно. Хотя можно откровенно сказать, что основное напряжение уже спало. Все-таки основная вступительная кампания завершилась в Крымске, федеральный университет. Вот, но буквально через несколько дней начала учебного года, когда и первокурсники, и студенты старших курсов вновь займут аудиторией, и все начнется с начала. Поделитесь с нами, сколько абитуриентов в этом году поступили к вам в институт? В Крымске федеральный университет поступило суммарно на все уровни обучения более 5000 человек. Бакалавриат и специалитет, естественно, это преимущественный объем, там и план приема был достаточно высокий, около 3000, и, соответственно, дальше уже по убыванию магистратуры 1500, соответственно, аспирантура, ординатура, там по 100 с небольшим человеком. Скажите, насколько справедливо заявить, что наш ВУЗ является, ваш ВУЗ, одним из самых крупных в России? Это действительно так? Это действительно так. Это определяется и численностью обучающихся, их более 30 тысяч, с учетом приема уже на первый курс порядка 31 тысячи, соответственно, и трудовой коллектив около 6000 человек, это тоже достаточно внушительная цифра. Меня очень волнует вопрос. Вот в мое время, в бытность моей молодости, я помню, когда мы поступали, мы были такими мастодонтами всех наук, а вот насколько сейчас изменилось положение, насколько современные бывшие школьники подготовлены к взрослой жизни и их уровень образования, как вы оцениваете? Вы знаете, одной фразой оценивать очень сложно, потому что дети поступают разные. Если мы ретроспективу сделаем лет на 30 назад, мы получим другую картину, это естественно. Это естественно, потому что было меньше направления подготовки специальностей. Это естественно, потому что была общая на всю страну школьная программа по всем предметам. Это естественно, потому что в конце концов не было возможности обучаться за средства физических и юридических лиц. Это тоже не может не сказываться на, ну, скажем так, довольно широком разбросе уровня подготовки абитуриентов. Ну и кроме того, мы сегодня, уже подавая документы, знаем проходной бал. И установленный проходной бал не очень высок, потому что все-таки задача стоит не только в том, чтобы отобрать лучших. Это ключевой момент, конечно, в работе любого университета. Но и поскольку мы все-таки ВУЗ, хоть и называемся федеральный университет, но для нас чрезвычайно важно на решение региональных задач, мы, безусловно, поэтому пока сильно не поднимаем планку, нам очень важно сегодня привлечь в университет выпускников школ и текущего года и прошлых лет с тем, чтобы максимально обеспечить экономику республики высококвалифицированными кадрами уже в ближайшем будущем. А уровень подготовки, я вам скажу так, знаете, в этой жизни всегда все зависит от тебя лично. Хорошо учишься, будет высокий уровень. Плохо учишься, будет низкий уровень. Я скажу иначе, студенты стали другие. Поколение преподавателей меняется не так быстро, как поколение студентов. И вот этот разрыв, он становится все более очевидным. И, простите, как качественно изменились студенты? Вы знаете, студенты стали более мобильны, в целом более мобильны. Студенты стали, я даже не могу сказать, что их общий кругозор сильно расширился, но объем информации, которую обладают студенты, тоже стал гораздо больше, чем еще, скажем, 5 или 10 лет назад. Может быть, эта информация достаточно поверхностна, потому что глубоко знать все невозможно в принципе. Но это накладывает очень серьезный отпечаток на, скажем так, социальную сторону жизни университета. Нужно учитывать очень много нюансов в работе со студентами не только во время учебных занятий, но и во внеучебной работе. В организации разного рода, ну, скажем так, социальных инициатив. Нужны новые смыслы в работе с ними, потому что без этого сегодня контакт между преподавателем и студентом принципиально невозможен. Сегодня преподаватель хочет, не хочет, он независимо фактически от возраста обязан освоить и социальные сети, и Инстаграм, и многое другое. То, что для студента сегодня это, знаете, мелкий орешт, и щелкнул и побежал дальше. А вы пользуетесь Инстаграмом? Конечно. Вот скажите, а преимущественно какие профессии сейчас выбират студента? Знаете, вот здесь у нас традиции соблюдаются уже достаточно много лет. Если говорить о наиболее высоких конкурсах, то, например, на юриспруденции в этом году конкурс был почти 27 человек на место. Ну, количество бюджетных мест там не очень высоко, порядка 40. Высокий конкурс, это вот тоже традиционно, как только в медакадемии нашей, еще в ее бытность медуниверситетам появилась специальная стоматология. Независимо от количества мест, которые выделялись в украинский период там было 4-5 мест и, соответственно, определенный коммерческий прием. Сейчас 30 мест и неограниченный фактически, ну, кроме наших возможностей коммерческий прием, там высотий конкурс. И уже, ну, наверное, лет 5-6 стабильно высотий конкурс и больше 15 человек на место на направлении подготовки, рекламы и связи с общественностью. А если говорить по заявлениям, больше всего их подают на лечебное дело, на педиатрию, ну, это тоже, естественно, там большое госзадание. А кто же остался в андеграунде, скажем? Какая специальность? Ну, к великому сожалению, к великому сожалению, все меньшей популярностью абитуриентов пользуются те направления подготовки, которые на самом деле очень нужны Крыму. Я имею в виду аграрные направления подготовки. Наверное, здесь есть своя логика, потому что аграрный труд, он во многом неблагодарен. Тяжелый. В том, да, совершенно верно, это тяжелый труд, прежде всего в том контексте, что результат далеко не всегда зависит от человека. Владимир Олегович, извините, перебиваю вас, очень интересный у вас рассказ, но у нас буквально осталось 20 секунд. Я попрошу вас обратиться к тем, кто буквально скоро сядет за партой, пожелать чего-нибудь хорошего в наступающем учебном году. Ну что ж, друзья, поступившие на первый курс, независимо от учебного заведения, я всем вам желаю добиться в жизни той цели, которую вы поставили перед собой, поступая в то или иное высшее учебное заведение. Ваши дороги будут меняться, возможно, не один раз в этой жизни, но каждый раз вы должны оставаться людьми, оставаться профессионалами, оставаться гражданами нашей великой страны. И вот это, наверное, ключевое. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Мы благодарим за предоставленную полезную информацию и напоминаем, что сегодня в гостях был Курьянов Владимир Олегович, проректор по академической административной политике Крымского федерального университета имени Вернадзе. До начала учебного года осталось буквально несколько дней. Быть может, кто-то из вас захочет скоротать свой досуг, посетив кинотеатр. Итак, давайте узнаем, что же идет на наших мерцающих экранах в афише прямо сейчас. В кинотеатрах Симферополя продолжается показ захватывающего фильма ужаса в страшной истории для рассказа в темноте. Сюжет рассказывает классическую для жанра историю. Вечер Хэллоуина школьники находят странную книгу. Все, что в ней написано, сбывается в самый неподходящий момент. Смогут ли ребята справиться со смертельно опасными чарами? Фантастическая история Эбигейл приковывает взгляды не только юных зрителей, но и взрослых. Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке эпидемия. Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что болезнь – это выдумка властей, пытающихся ликвидировать людей с магическим даром. Теперь за ней тоже началась охота. Вниманию зрителей российская драма «Бык». Она описывает события 1997 года. Это время борьбы и хаоса, разрухи и выживания. Преступность активно диктует свои правила на улицах. Вожак одной из таких банд – молодой лидер по прозвищу «Бык». Он делает все, чтобы найти место под солнцем и защитить семью. Для любителей острых ощущений премьера фильма «Капкан». В Флориду настиг мощный ураган. Жители эвакуируются из затопленных домов. Только смелая и бесстрашная Хейли, несмотря на буйство стихии, остается в доме и продолжает поиски потерянного отца. И это далеко не все, что ждет девушку. Маленьким зрителям кинотеатры дарят веселый мультфильм Агли Долл с куклой с характером. Игрушечный город Агливиль – обычное место, где живет главная героиня – кукла Мокси. Вместе со своими друзьями она отправляется в увлекательное путешествие. Компанию ждут рискованные приключения. Задачей каждого из них становится проявить характер и остаться собой. Справятся ли они с испытаниями? «Синяя бездна 2» – в центре сюжета опытные даверши, которые жаждут острых ощущений. В погоне за яркими впечатлениями девушки погружаются в подводный разрушенный город. Ничто не предвещало опасности, но в какой-то момент оказалось, что это царство населено обитателями, и они – самый кровожадный вид акул на земле. Борьба за жизнь будет отчаянной. На экранах кинотеатров комедия «Трудности выживания». Нина – журналистка, которая только начала свой профессиональный путь. Однажды она мечтает стать настоящей акулой пера. В погоне за сенсацией девушка отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. По дороге к отшельнику девушка попадает в самые неприятные ситуации, в результате которых выясняется, что тот человек, которого она ищет, совсем неплох собой. И это только начало увлекательного репортажа. Только 15% крымских школ охраняются специалистами. Сегодня 66 образовательных организаций оснащены тревожными кнопками. Ну а сейчас на улицах крымской столицы находится наш мобильный корреспондент. Я сомневаюсь, конечно, что он проверяет по школам, находятся ли там кнопки, но все же, что-то полезное, мы уверены, он нам сейчас расскажет. Александр Кононов, доброе тебе утро. Доброе утро, Саша. Доброе утро, коллеги. На календаре по-прежнему лето, хотя его осталось совсем немного, а это значит, что уже очень скоро начнется учебный год. Прямо сейчас я нахожусь возле первой гимназии, которая расположена по улице Карла Маркса, 32. Вы можете видеть прямо за моей спиной огромную надпись на школе. Добро пожаловать. Вот, во внутрь школы нас не пустили в целях безопасности, и это очень хорошо. Мне стало известно, что около 6 тысяч детей в этом году пойдут в первый класс в Симферополе. Об этом нам рассказала начальник управления образования Симферополя Татьяна Сухина. Это гораздо больше, чем было по состоянию на февраль во время подачи заявления. Для того, чтобы все желающие смогли поступить на учебу, было принято кардинальное решение увеличить количество первых классов на 18. При этом многие классы будут насчитывать более 30 учащихся. Представляете, сколько детей будет в школе, как придется справляться вообще учителям. Не знаю, будут ли они готовы к этому или нет, но знаю точно, что уже все образовательные учреждения основательно подготовились, они полностью укомплектованы всем необходимым инвентарем и всеми пособиями. Количество первоклассников, которые будут учиться в этом году, ровно на тысячу больше, чем в предыдущем. Мне остается только пожелать первоклассникам удачи, сказать им, чтобы они учились на пятерке и, конечно же, радовали родителей. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Саша, за интересный рассказ. У меня тоже есть, что дополнить и рассказать интересного. Дело все в том, что вот у меня, например, шесть детей. И собрать ребенка в школу – это целая беда, потому что стоит это не меньше 10 тысяч рублей за... Хотел сказать долларов, рублей, слава богу. Это было бы совсем круто. Но 10 тысяч рублей – это тоже немало. А если их шесть, умножь, это вообще получается сумасшедшая цифра. И более того, нужно сказать, что средний чек за сбор ребенка в школу возрос почти на 10%, а это суммарно составляет около 200 рублей за единицу товара. Да, действительно, это дорогостоящее удовольствие отправить детей в школу. И родители, хотелось бы верить, что с этим справляются и делают это очень успешно. Но, как говорится, мир не без добрых людей. И иногда все же на помощь могут приходить совсем посторонние организации и люди. Об этом подробнее нам расскажет корреспондент Татьяна Балыкина. Путайся. Только много и путайся. Хорошо. В этой семье делить все поровну учат с детства. Взял конфету себе, угостись сестер и брата. У Виктории Горбуновой подрастает пятеро помощников. Несколько лет женщина растила их одна, но полгода назад в доме появился кормилец. Пятеро детей. Конечно, много денег уходит на продукты. Потому что, понимаете, что каждый день они должны кушать, они должны быть одеты, игрушки маленьких. Для старших тоже хватает. Тем более, конечно, учебный год – это тоже нелегко. Перед первым сентября у родителей забот немало. Нужно и школьную форму обновить, и канцелярию. Не у всех есть возможность собрать даже одного ребенка. Но подготовить к учебе сразу нескольких детей – серьезная финансовая нагрузка. Проблему решают общими усилиями. 95 школьников с 1 по 5 класс из семей с небольшим достатком. Неравнодушные люди подарили детям настоящий праздник прощания с летом. А вместе с ним и новые учебные принадлежности. Внутри ранца – ручки, тетрадки, альбом для рисования, цветные карандаши. Целый набор канцелярий, которое может понадобиться школьнику в течение года. Останется теперь только хорошо учиться и радовать родителей отличными отметками в дневнике. Помогли и Иванни Шахбановой. Благодаря акции «Милосердие без границ» и поддержке районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи совсем скоро исполнится главная мечта девочки. Она сможет слышать. Городская администрация вместе с местными предпринимателями помогает малоимущим семьям с ремонтом. Организовывают детям досуг, собирают их в школу. Наши предприниматели, представители всего сообщества Черноморского района оказывают помощь детям из малообеспеченных семей. Мы же прекрасно понимаем, что не у каждого ребенка сегодня есть возможность достойно собраться в школу. И не зависит это от ребенка. Но так оказалось, что в жизни трудный момент. А мы должны помочь. До начала учебного года осталось меньше недели. Теперь, когда все необходимые принадлежности в рюкзаках, оценки в дневнике зависят только от старания самих школьников. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. С покойом веков благотворительность была широкой чертой русской души. Немало фестивалей проходят на территории не только Российской Федерации, но и в частности Крымского полуострова. Да, вот таких благотворительных фестивалей. По поводу того, какой именно фестиваль уже пять раз проходил на нашем Крымском полуострове, сейчас нам расскажет наш гость. Абсолютно верно. Я предлагаю к нему присоединиться. Николенко Владимир Михайлович, художественный руководитель камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест». Фестиваль мастера искусств Крыма стал традиционным. Он получил новое название, новую оберку. Теперь он называется «Музыка дарит жизнь». И действительно, музыка может дарить жизнь? Конечно. Без музыки жизнь невозможна. Помню, когда-то учился в музыкальной школе, там была такая надпись «Без музыки я не могу прожить и дня». Она вокруг меня. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Владимир Михайлович. Мы уже в прямом эфире? Мы уже в прямом эфире. Прекрасно. Доброе утро. Доброе утро, маэстро. Как начался ваш день? Ну, знаете, я сегодня рано приснулся, вот приехал к вам на крышу с тем, чтобы рассказать об очень интересных событиях музыкальной жизни Крыма, которые грядут у нас. Так что же это события? Какие, да, события? Ну, вы знаете, в этом году происходит у нас пятый благотворительный фестиваль, который мы назвали в этом году «Музыка дарит жизнь». Главная цель этого фестиваля – собрать деньги для детей, которые страдают онкологическими заболеваниями и находятся на излечении в нашей детской республиканской клинической больнице. Фестиваль проходит уже пятый год подряд. Было исполнено много прекрасной музыки. В этом году для фестиваля мы избрали замечательное сочинение нашего современника, аргентинского композитора Мартина Палмери «Месса Буэнос-Айрес», иначе называется «Месса танго». Это очень необычная музыка, посвящена она великому астеру Пьяцолы и сохранен стиль этого композитора. В то же время это такой, знаете, синтез классической музыки, классических традиций, джаза, танго аргентинского и, конечно, эта музыка очень демократична, она понятна всем, даже самому неподготовленному человеку, и поистине она прекрасна. Я думаю, что все, кто придут на фестивальные концерты, они запомнят их на многие-многие годы, может быть, даже на всю жизнь, и насладятся прекрасной музыкой. Илья Михайлович, но я знаю, что не вы, не вашими силами только, я имею в виду, крымских музыкантов, будет исполнено это произведение. Да, вы знаете, в этом году к нам на подмогу приезжает замечательный хор, это уряд международных конкурсов, камерный хор Челябинской государственной филармонии, мы давно сотрудничаем с ними, между Челябинской и Крымской филармонией заключен договор о дружбе, о сотрудничестве, и вот это такой подарок, который нам преподносит руководство Челябинской филармонии. Но это еще не единственный подарок. У нас свершится еще одно событие и в рамках фестиваля, и также и не в рамках фестиваля. Челябинская филармония приобрела очень дорогой инструмент, переносной, перевозной орган. И впервые в истории Симферополя у нас зазвучит орган с стараниями, опять-таки, руководства Челябинской филармонии. К нам приезжает орган, замечательная голландская фирма, это трехмануальный орган, его возможности безграничны, он будет монтироваться у нас в Симферополе, в здании музыкального училища, и на тех сценических площадках, где будет проходить благотворительный фестиваль. Орган, простите, электронный или по типу йоники? Нет, это не по типу йоники, это очень дорогой инструмент, это серьезные фирмы, конечно, там используются и современные достижения электроники, но это орган, который используется во всем мире в самых серьезных музыкальных программах, в самых серьезных музыкальных проектах. Совсем недавно произошел такой курьезный случай, я разговаривал с директором Челябинского органного зала, он говорит, что, понимаете, у нас проблемы, нам нужно купить матрасы, а мы не можем за бюджетные деньги купить матрасы, поскольку это не наша, так сказать, филармоническая природа. А матрас нужен для того, чтобы весь этот орган упаковать, чтобы он спецтранспортом доехал к нам в Крым, и чтобы, не дай бог, в случае какой-то ситуации он не был поврежден. Поэтому я хочу сообщить вот уже более-менее конкретно о тех музыкальных событиях, которые у нас в скором времени состоятся. 12 сентября в 18.30 в атриуме Симферопольского железнодорожного вокзала у нас пройдет торжественное открытие фестиваля искусств, пятого благотворительного фестиваля искусств «Музыка дарит жизнь». Участники этого фестиваля – Севастопольский государственный симфонический оркестр, камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест», камерный хор Челябинской филармонии, образцовый детский хор «Радуга» Симферопольской музыкальной школы номер один, которым руководит Ольга Ивановна Шаповалова, замечательный солист, органист, крымчанин, выпускник Симферопольского музыкального училища, детской консерватории. Народный артист России Владимир Хомяков исполнит партию органа в Месси. Другие солисты, артисты, которые будут участвовать непосредственно, я не могу уже всех перечислить, они все в афише значатся, в буклете нашем фестивальном. Через день, 14 сентября, в Севастополе, в Центре культуры и искусств, состоится концерт фестивальный, где прозвучит эта же музыка, Месса Мартина Палмери, Месса Танго, Месса Буэнос-Айрос. И 16 сентября в 18.30 в Евпатории в Театре имени Пушкина тоже пройдет фестивальный концерт. И не могу не анонсировать замечательный органный концерт, который состоится у нас в Симферополе, 11 сентября в 19 часов в концертном зале музыкального училища. Владимир Хомяков, народный артист России и камерный хор «Таврический благовест», исполнит сочинения Баха, Генделя, Губайдулиной, Вавилова, ну и другие популярные сочинения, как для органа, так и для исполнения органа и хора. Владимир Михайлович, насколько я понимаю, открытие фестиваля традиционно проходит в Атриуме вокзала. Это все-таки немножко нестандартная площадка. Могли бы еще раз рассказать немножко о том, что же будет там, как будет все проходить, во сколько и пригласить наших телезрителей? Повторюсь, что в Атриуме железнодорожного вокзала 12 сентября пройдет торжественное открытие фестиваля, будут официальные лица, будут наши гости, дорогие гости, которые помогают организации нашего фестиваля. И я надеюсь, что придет очень много людей, которые не просто придут послушать прекрасную музыку, они придут покупкой благотворительного билета, внесут тот взнос, который поможет ребятам исцелиться. Знаете, я вчера на пресс-конференции говорил, что для нас это очень важно, не только исполнить прекрасную музыку, познакомить с этой музыкой крымчан, наших гостей, но и все-таки внести свой вклад в исцеление этих детей. Если мы хотя бы одну человеческую жизнь спасем, то мы и достигнем той цели, о которой мечтаем. Повторюсь, что открытие в Симферополе состоится 12 сентября в 18.30 в Атриуме Симферопольского железнодорожного вокзала. Спасибо вам большое. Мы благодарим за анонс и увлекательную беседу. И напоминаем, что сегодня в студии был Николенко Владимир Михайлович, художественный руководитель камерного хора «Таврический благовест». Благовест. Но я напомню, что наш телеканал традиционно является спонсором информационным этого проекта, и мы транслируем в прямом эфире данное мероприятие. Поэтому если кто-то не сможет попасть на концерт, то непременно смотрите на наших телеканалах, на Первом Крымском и Крым-24. Но мы двигаемся дальше, и наверняка всех интересует, что же нового появилось в интернете. Так давайте узнаем из нашей следующей рубрики «Новости интернета» прямо сейчас. Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день. Спать ночью, днем и даже стоя легко. Главное в этом деле быть особенно осторожным. Ведь одно неловкое движение, и ты снова спишь. Утро начинается не с кофе, а как ни странно, с обескураживающего вида. Не каждый поймет, да что уж там, оценит это зрелище по заслугам. Знали бы они, что за пугающим видом стоит всего лишь безобидная шутка. Клей, затянутый кожей, инструмент и вуаля. Говорят, что в жизни важен баланс, устойчивость и поддержка попутного ветра. Но далеко не всех пугает отсутствие сразу трех компонентов. Местами это, конечно, травмоопасно, но ничего, неприятность эту мы переживем. Не только любви все возрасты покорны, но и детским шалостям. Сходить с ума, смеяться до упаду, беззаботно покорять давно забытые карусели. А делать это с компанией единомышленников вдвойне веселее. Победа любой ценой. Обгони, переедь, набери максимальную скорость и даже возьми машину на руки. Вот только груз оказался нелегким, а ноги предательски ватными. Но и это не остановит перед лицом волнующей победы. Когда ты в душе и даже в душе, ты немного артист, уставший после очередного тяжелого концерта. Не посильно это ноша. Давать интервью, посещать мероприятия и всегда улыбаться. Сил к концу рабочего дня совсем не остается. «Один дома» — это не просто название знаменитого фильма, а настоящий аттракцион. Изваляться в красном порошке, разбросать кухонную утварь, а потом искупаться в раковине. И напоследок покорить обезоруживающей улыбкой вернувшегося домой родителя. Вот он, будущий Марадонна. Именно так думает папа о своем сынишке. Способности будущего форварда подтверждает фееричное попадание прямо в яблочко. 25 автобусов за счет республиканского бюджета будут куплены для Симферополя. Выпуск данный будет улучшен. Таким образом, транспортные средства будут развиты на территории Крымского полуострова. И данный вопрос действительно не может не радовать, так как в общем ситуация на дорогах должна таким образом немножечко выровняться. Ну а сейчас наш мобильный корреспондент Александр Кононов находится на улицах нашей крымской столицы. И будем надеяться, что что-нибудь полезное и приятное он нам сейчас расскажет. Доброе утро, Саша. Доброе утро. Да, коллеги, я думаю, что по мне заметно, как поднялось теплое летнее солнышко. И я сразу спешу поделиться с вами очень полезной информацией, что с 29 августа в Симферополе будет введен новый график работы общественного транспорта. В вечернее время об этом сообщили в Министерстве транспорта Крыма. Так, с 8 вечера до 11.00 на линию будут выходить 100 автобусов и троллейбусов. Это 25% всего подвижного состава города Симферополя. Интервал движения будет где-то не более получаса. За этим будут очень жестко следить. Вот, за графиком движения контроль будет усилен. График движения троллейбусных маршрутов в вечернее время составлен с учетом интервальности и направления рейсов. Чтобы избежать дубляжа маршрута. Вот, а об этом сообщили в Минтрансе. Также будут куплены еще 25 автобусов за счет городского, за счет республиканского бюджета. И я думаю, что когда их выпустят на городские маршруты, ситуация в транспортной сфере значительно улучшится. И такое решение вообще было принято по результатам обращения граждан. И уже обещается, что дополнительные автобусы выйдут на свои маршруты с 1 сентября. Ну, что ж, остается только порадоваться. И я думаю, что люди, которые ездят в вечернее время, смогут беспрепятственно и спокойно добраться до дома. При этом не потратиться на такси, а уехать на городском транспорте. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Ну, а мы напоминаем вам, что находимся на 16 этаже жилого комплекса «Альфа». За такую необычную и прекрасную площадку мы благодарим наших партнеров. Хочется отметить, прости, что я тебя перебила, хочется отметить, что сегодня на календаре 29 августа и на территории Крымского полуострова пройдет проект «Картинг без границ». Это вид спорта, который позволяет ощутить контроль над риском, над опасностью, над хаосом. Но есть еще один вид спорта. Я даже не знаю, спорт ли это или все-таки игра. Бильярд. Что же это такое и как правильно, простите, гонять шары, нам расскажет наш корреспондент Степан Филатов. Зеленое полотно, лузы, шары и кий. Бильярд появился в середине 15 века и до сих пор игра почти не изменилась. Сегодня по этому виду спорта проходят соревнования и чемпионаты. Призовой фонд в бильярде – один из самых больших. Миллионы человек мечтают получить титул лучшего из лучших и выиграть приз. И после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кийом вооруженный. Он на бильярде в два шара играет с самого утра. Трудно представить, но на Руси бильярд появился в 1698 году. Упоминается игра даже в поэме Евгений Онегин. В России игра моментально обрела народную любовь. Однако многие, включая Петра Первого, который привез заморскую диковинку из Европы, сочли бильярд слишком легким занятием. Появление русской вариации или же пирамиды не заставило себя долго ждать. Шары стали больше, лузы меньше. Появился красный биток. Теперь каждый удар строился на контакте с ним. Сегодня основных видов бильярда четыре. Помимо пула, снукера и французской карамболи в этом списке и русская пирамида. Вне зависимости от этого базовое обучение одинаковое для всех стилей. Желательно, чтобы в первую очередь акцент был на стойке, это базовое. Второе – это психология. Что вы имеете в виду, говоря о психологии? Психология подразумевает это полная концентрация, то есть умение владеть собой, своим настроением, чтобы мысли были запечатлены только на победу. Как и в других видах спорта, обучаться игре в бильярд лучше с раннего детства. Без специальной подставки до поверхности стола ребенок не дотягивается. Однако недооценивать эту девочку не стоит. Фору готова дать многим. За полгода тренировок пятилетняя Мишель не раз становилась победителем различных соревнований. Я хорошо бью, но я хочу еще лучше научиться и бить, как мой тренер. Молодец. Надо не просто забить шар, но и предугадать последствия удара. Игра не только развивает меткость и глазомер, а научит практикующего думать, просчитывать комбинации, выстраивать логические цепочки. Именно поэтому бильярд так популярен в мире. Стефан Филатов, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Доброе утро, друзья. Доброе утро всем тем, кто с нами провел первый час и кто только что с нами к нам присоединился. Пожалуйста, заваривайте кофе, чай и присоединяйтесь, потому что мы хотим сделать ваше утро добрым, бодрым, а главное информативным. А продолжать мы вам будем вещать сразу же на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. С вами сегодня Александр Ткачев и Ирина Берилюк. Я надеюсь, что вы все, дорогие друзья, уже привыкли к нашим декорациям. На заднем плане у нас панорама города Симферополя. Мы находимся высоко. На 16 этаже жилого комплекса «Альфа». И благодарим партнеров за предоставленную площадку. А сейчас самое время начать с новостей, точнее продолжить. Успеют ли в срок, как ты думаешь? Будем надеяться, что успеют. Более ста пешеходов перед детскими садами и школами должны обновить к первому сентября в Крымской столице. До нового учебного года остались считанные дни. Что уже успели сделать в Симферополе и как протекают работы в других регионах полуострова, давайте узнаем из сюжета наших корреспондентов. Зебры на дорогах в Крымской столице стали ярче, пока обновили разметку на 45 пешеходных переходах возле учебных заведений. Осталось еще 40. Работы идут и днем, и ночью. Обновляют разметку и возле детских садов. Зебру рисуют краской со светоотражающими частицами. Больше они напоминают стеклянные шарики. Именно они помогут водителям быть внимательнее и в темное время суток. По необходимости меняют знаки и устанавливают ограждения, чтобы никто не перебегал дорогу в неположенных местах. Перед нами что? Пешеходный переход! Детям из садика Веснянка новые пешеходные переходы помогают изучать правила дорожного движения, а воспитателям обеспечивать безопасность маленьких симферопольцев. Мы с детками часто гуляем, в детский парк ходим в Гагарина, тоже на всякие множественные экскурсии, в библиотеки. И очень важно, чтобы они чуть ли не с рождения приобщались к правилам дорожного движения. Несмотря на то, что до первого звонка осталось меньше недели, в Красноперекопске обновлять зебру еще не начали. У меня внучка ходит в детский сад, и вот скажите, как можно ребенка учить правилам дорожного движения, если разметки нет? Маленький ребенок не может каждый раз задирать голову. К сожалению, это, наверное, не понимают. Обновить пешеходные переходы требуют и водители, в то время как предупреждающих знаков и лежачих полицейских достаточно. Желательно бы обновлять, потому что они затираются со временем, плохо видно становится. Об этой проблеме знают и местные власти. Контракт с подрядной организацией заключили. Работы должны стартовать 29 августа. Аккуратно стави по сторонам. В Евпатории возле всех школ уже есть лежачие полицейские и предупреждающие знаки. Становится и ярче разметка. Дочь Сергея Сороки пойдет в третий класс. Живут в нескольких кварталах от школы. И всегда бегает через дорогу. Мы объясняем, как правило, дорожное движение. Я переживаю за то, что она ходит в школу. Темпы работ в городах республики разные, но все подрядчики обещают успеть обновить пешеходные переходы возле учебных заведений в срок. Анна Нечуговская, Евгения Довжик, Анастасия Крапивина, Олег Черемисин. Новости 24. Удобство для маленьких пациентов. В курортной столице полуострова отреставрировали и привели к федеральным стандартам детское медицинское учреждение. Оно вошло во всероссийский проект «Бережливая поликлиника», которая внедряется в регионах. Подробнее по этому вопросу нам расскажет Лилия Веджат. Дочь Марии Рудаковой попала в аварию. Черепно-мозговую травму купировали, но проблемы остались. Приходят сюда часто, нужны разные специалисты. Отзывчивый медперсонал нам никогда в этом плане не отказывают, если какие-то медицинские показания всегда наш обрач напишет. Ну, как бы хотелось бы, чтобы был еще детский кардиолог. А вот семья Ляшенко – мама, дочери и сын. Он проходит медкомиссию в школу. Впервые не застали очередь в регистратуру. Ремонт красивый сделали, да, вот регистратуру, новшества, талончики ввели, что не может не радовать. В «Жемчужине полуострова» 18 тысяч детей. Медучреждение для них одно на весь город. И оно попало в программу «Бережливая поликлиника». За полтора месяца поменяли структуру первого этажа. Ввели электронную запись, появилась колясочная. «Бережливая поликлиника» – это экономия времени пациента и возможность быстро попасть на прием к конкретному врачу. Кроме того, мы поток выделили помещение для вызова врача на дом. Кроме того, пациент может вызвать по телефону. Мы сейчас оборудуем колл-центр. Можно записаться будет и через систему записи на портале госуслуг. Обновили стойку регистратуры. Поликлинику не реставрировали десятки лет. В ближайшее время подготовят проектно-сметную документацию на капитальный ремонт всего здания. Это должный руководитель медицинской организации, потому что за счет средств учреждения, за счет спонсорских средств, создал достаточно интересную модель, близкую к той модели, которую на сегодняшний день мы называем «Принцип бережливой поликлиники». Конечно, мы доведем это до соответствия, так как было поручение президента Российской Федерации. Всероссийский проект направлен на создание комфортных условий для маленьких пациентов. Он позволит привести в порядок детские поликлиники не только в Крыму. Бережливая поликлиника распространяется по всем субъектам Российской Федерации. По плану на 2019 год в Крыму определили 9 детских медучреждений. Лилия Веджатый, Александр Смычек, новости 24, Ялта. Ира, я думаю, что тебе хорошо известно слово «таврида», которое означает греческое название нашего солнечного полуострова. И наверняка ты знаешь иностранное слово, английское слово «арт». Вот я думаю, возможно ли совместить два эти понятия, как гений и злодейства? Как оказалось, вполне возможно, так как «таврида-арт» — фестиваль творческого искусства, проходил совсем недавно на нашем Крымском полуострове. Ты бывала там? Побывала? Успела ли? Очень хотела попасть, но, признаюсь тебе честно, не успела. И объясню, по какой причине. Более 45 тысяч человек было зарегистрировано на этот фестиваль, что превысило в два раза ожидания организаторов. И в связи с этим они решили приостановить регистрацию. И таким образом я не успела, к сожалению. Ну и что, зато там побывали наши корреспонденты. И, кстати говоря, на фестивале выдавали грант. И знаешь ли ты об этом? Да, я слышала о том, что выдавали грант. И самое интересное, что 87 миллионов рублей было получено участниками проектов самых разных — театр, литература, кино. Тематика была абсолютно разнообразная. В каждом из направлений выбрали лучших. Заветные гранты получили в том числе и крымчане, среди других жителей России, нашей необъятной родины. Так вот, с ними пообщалась с крымчанами, которые получили гранты, наш корреспондент Оксана Куприянова. И как раз к ее сюжету мы сейчас и переходим. Если бы они снимали кино про свое лето, оно бы начиналось так. Жанр «Приключенческие концовка» — счастливая. 1 миллион 200 тысяч рублей не в лотерею, а за собственный проект. На самом деле, да, было достаточно сложно защищаться, потому что эксперты, ну, они такие суровые ребята, и ты стоишь перед ними, ну, как бы переживаешь. И потом, когда меня вызвали на сцену, нас просто порвало, у нас эмоций столько было. На самом деле, ну, не ожидали. Солидная сумма с шестью нулями пойдет на театральную постановку «Солнце за нас». Это социальная драма. По сюжету молодой преподаватель сталкивается с коррупцией. И это могло его сломать, но он боролся с этим и все равно верил в человека. То есть вы верите, что с помощью театра можно победить коррупцию? Я верю, да. И не только с помощью театра, но с помощью искусства в целом. Искусство, которое меняет мир. Фестиваль Таврида «Арт», собравший десятки тысяч молодых людей со всей России, подарил каждому из них шанс пройти обучение у лучших наставников презентовать собственный проект и получить заветный грант на его реализацию. Еще один грант в копилку полуострова. Проект под названием «Красивый Крым». Суть в том, чтобы выпустить развивающие книжки для детей. Его автор Ксения Шульман получила на эти цели 200 тысяч рублей. Вот эти 200 тысяч нам выдали под то, чтобы создать брошюры раскраски. Они будут иметься ориентировочно от 12 до 16 страниц. Скорее всего, это будет А4. На каждом листе будет изображение вида культурного наследия. Все эти книжки, мы планируем, что их будет около 3000. Мы распространим 1 сентября 2020 года в школу города Симферополя. Таким образом, координаторы проекта хотят привлечь детей к волонтерской работе. Сами же ребята до сих пор под впечатлением от фестиваля «Таврида арт». Такой фестиваль может выпасть для некоторых людей раз в жизни. И поэтому «Таврида» это было прекрасно, солнечно, ярко. И хотелось бы еще раз. И продолжение следует. В 2020 году фестиваль «Таврида арт» снова в Крыму. А к 2022 на месте его проведения в Судаке возведут образовательный центр «Арт-резиденция Таврида». Оксана Куприянова, Андрей Псом, Новости 24. Раскрой свои таланты! Сейчас я хочу поговорить с вашим телевизором. Друг, так дальше нельзя. Пойми, ты вырос из этих штанишек. Тебе нужен новый уровень. Пора переходить на цифру. Сейчас я тебе все объясню. Эта часть экрана — аналоговое вещание. Здесь все понятно. А эта, эта цифра. Видишь разницу? И это касается не только изображения, но и звука. А еще у тебя появится возможность выбора. 27 телеканалов. В идеальном качестве. Абсолютно бесплатно. Чеки за банк-плату? Ты серьезно? Забудь о них! Добро пожаловать в эру цифрового телевидения! Нравится? Приставка Т2. Твой проводник в цифровой мир. Остались вопросы? Звони по этому номеру. Ну что, готов? Недавно установлены новые правила поведения для педагогов в соцсетях. Что же нового? В первую очередь, теперь запрещается педагогам вводить такую информацию, которая может повредить физическому здоровью, либо развитию школьников. Но, что интересно, фотографию в купальниках учителю можно выставить. Наш следующий сюжет не касается темы образования и этики, но позволит вам, дорогие телезрители, немножко образоваться в сфере инфекционных болезней. Что такое детские болезни, инфекционные, расскажет Ольга Литвиненко в своем сюжете. Ветреная оспа, краснуха, эпидемический паратит, коклюш, скарлатина, корь – инфекционные заболевания, которые в народе принято называть детскими. При этом нередко имена не оборачиваются серьезными проблемами. Несыпь зеленые пятна по всему телу – не самая приятная картина, знакомая многим. А вы ветренкой болели? Нет. Не болели? Нет. А вот во взрослом возрасте, вы знаете, какие осложнения могут быть? Знаем, тяжело протекающие. Я помню, в своей фотографии такие были красненькие пятнышки. Я стояла вот как раз в таком свитерке, кофточке спортивной, и зеленочка была вся замазанная. Вот тут точно, что были красненькие пятнышки на лице. От всех детских болезней, если во взрослом возрасте болеть, то осложнения есть. Светлана Прочитанская помнит, как ее сын перенес эту болезнь в детстве. Она продолжала водить Дмитрия в детский сад, когда началась эпидемия ветреной оспы. Считает, лучше переболеть этим недугом как можно раньше. Пошел в школу, во втором классе заболел. Ура, заболел. Дома посидел 10 дней, как положено, пришел в школу. С тех пор прошло 10 лет, но Дмитрий помнит и сыпь на коже, как ходил весь в зеленке. Зато теперь доволен тем, что недуг прошел без осложнений. Сейчас парень ведет здоровый образ жизни и даже вакцинацию проходит по календарному плану. У нас постоянно в школе идут прививки от разных болезней. У нас всегда мама дает соглашение, да, и спокойно идем и прививаемся. Ну, побочных никогда не бывало. Но ветрянка – лишь один пункт из перечня детских инфекций. Опасных и для взрослых. Коклюш, корь, дифтерея, краснуха – и это далеко не полный список. По статистике, около 15% людей переносят детские инфекции в возрасте старше 18 лет. Взрослые переносят такие болезни тяжелее, выздоравливают дольше, риск осложнений выше. Смертность от ветрянки у взрослых в 30 раз выше, чем у детей. Паратит в народе свинка может сказаться на способности мужчин иметь детей. А краснуха может стать причиной серьезных пороков у ребенка, если ей заболеет беременная женщина. Как правило, чаще всего развиваются осложнения. С возрастом у нас уже организм не такой здоровый, и у многих имеются какие-то сопутствующие заболевания. И если человек заболевает инфекционными болезнями, о том числе дифтерия, корь, краснуха, эпидпаратит, гепатит – это очень тяжелые заболевания. В относительной безопасности могут чувствовать себя только те, кто младше 25 лет. Примерно до этого возраста действуют прививки, сделанные в детстве. После 18 у нас продолжают вакцинироваться против дифтерии, это очень опасная инфекция, против гепатита B, против кори. С 18 до 35 лет все население должно повторно провести ревакцинацию против кори. Почему? Дело в том, что в последний раз вакцинируется ребенок в 6 лет. И, естественно, с годами иммунитет просто ослабевает, и защита снижается. Казалось бы, детские инфекции в зрелом возрасте влекут за собой не детские последствия. Вспышки заболеваний врачи связывают с отказом от вакцинации. Главное помнить, что у прививок тоже существует срок действия. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. В нашей гостевой студии нас уже ожидает гость. Я предлагаю прямо сейчас к ней присоединиться. В гостях у нас Светлана Александровна Сахарова, председатель правления Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов с громким названием РОС. Ну, поговорим мы сейчас с нашим уважаемым гостем по вопросам образования, в частности, инклюзивное образование. Мне лично интересно, что это такое и вообще, как у нас на Крыму. Вот сейчас мы и узнаем. Да. Доброе утро. Доброго вам утра. Как началось ваше утро нового дня? Утро нового дня началось очень рано. Но я думаю, ваше раньше. Это правда. Ну что, скажите, пожалуйста, что же такое инклюзивное образование? Вот что это? Вам идеальный вариант или это как сейчас происходит? Самый идеальный. Да. Потом как сейчас. Самый идеальный вариант – это совмещение образовательного процесса с воспитательным для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом их потребностей. Потому что нозологии очень много и ограничений по здоровью большое количество. Но нынешняя система инклюзивного образования не позволяет это все реализовать. И здесь очень много деталей и нюансов. Я одновременно с тем, что я председатель общественной организации, являюсь заместителем председателя общественного совета при Министерстве образования и вижу картинку изнутри. Не всегда, скажем так, чиновники и управленцы не хотят этого делать. То есть иногда такие простые истории, как маленькие зарплаты, недостаточное количество обученных специалистов не позволяют этого сделать. То есть специалист должен быть каким-то специальным, особо подготовленным? Ну, конечно. Представьте себе, в общий класс, что такое инклюзивный? Это в общем классе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений. Приходит ребенок, который тотально глухой. Как ему приспособиться? Совершенно верно. Как вести урок? А если это старшие классы, то должны быть в этой системе либо тьютер, сурдопереводчик, сурдопедагог. Это если касается только тотально глухого ребенка, а на залоге. А с проблемами опорно-двигательного, с проблемами со зрением, а с множественными нарушениями, а с ментальными нарушениями, где везде нужен индивидуальный подход. То есть это какие-то курсы для преподавателей или что предусмевает подготовку их? Курсы повышения сейчас есть, но, к сожалению, они очень часто формальны. И здесь не столько в курсах дело, сколько в том, что не всех детей, но не всех можно погружать именно в это инклюзивное образование. Для некоторых лучше оставлять все-таки коррекционные школы. Есть очень яркий пример. Одна из мамочек нашей организации, у нее дочь слабослышащая, водила ребенка в коррекционную школу, но не по профилю слабослышащим. И были сложности в освоении предметов общей образовательной программы. Вот они, значит, перевели ее в интернат для слабослышащих и сразу же, говорит, поменялось все абсолютно. Во-первых, стиль преподавания и работы у тех педагогов, которые знают, как преподавать детям слабослышащим, и говорят, что вам не нужно учить эти образы, если они их не понимают и не воспринимают. И сразу же пошел другой уровень обучения, девочке стало легче учиться, и она стала с интересом ходить в школу. Инклюзивная должна быть разносторонняя и многогранная, а не просто загнать всех в общеобразовательную школу. И вот у нас инклюзивная. Это не об этом. Смотрите, а где же готовят таких уникальных специалистов в волшебниках? Специалистов в волшебниках пока не готовят. То есть они обычно приезжие из материка, правильно я понимаю? Нет, у нас есть специалисты. У нас очень хорошие коррекционные школы для слабовидящих, для слабослышащих детей. И есть коррекционная школа «Надежда», но, честно скажу, там не все так гладко. Тоже есть специалисты, но уровень повышать нужно. Есть институты повышения после дипломного образования. В Крымском педагогическом, инженерно-педагогическом университете сейчас открыт, насколько я знаю, по ВГОСу открыта специальность даже подготовки тьютеров. То есть, но это внедряется вот буквально в последние годы, начинают внедряться программы. Очень незнакомое слово для наших телезрителей – тьютер. Что это такое? Тьютер – это, да, действительно ругательное слово, но это специалист, который не заменяет учителя, и он не является социальным работником. А кем же он является тогда? Объясняю. Тьютер – это человек, который помогает ребенку осваивать образовательный процесс. Это помощник ребенка и учителя, это некий посредник. Да. Вот при привлечении тьютеров в инклюзивное образование легче классу и легче учителю. Например, приходят дети с расстройствами аутистичного спектра, да, и к ним закреплен тьютер. И они приходят в общий класс. И они приходят в общий класс. И тьютер видит, когда ребенок устал, и у него меняется поведение, он перестает воспринимать. Тьютер адекватно оценивает ситуацию, он может выйти с этим ребенком, потому что это необходимо ребенку, в первую очередь, и классу, чтобы он не мешал заниматься, они не мешали друг другу. Снимают эту нагрузку эмоциональную, ребенок возвращается, они продолжают заниматься дальше. То есть вот функционал у тьютера – корректировать образовательную деятельность для ребенка. Светлана Александровна, прошу прощения, осталось буквально 30 секунд. Хорошо. Я вас прошу озвучить, есть у нас такая проблема, действительно? Есть. Какие есть пути решения? Можно тезисно, очень коротко? Пути решения, ну вот мы проговаривали это на общественном совете, пути решения – один из вариантов. Первый вариант – это обучать родителей, но родителей не в плане своего ребенка тьютерства, а в плане другого ребенка, потому что своему ребенку это плохой тьютер, один из вариантов. Второй вариант – мотивация финансовая педагогов, потому что сейчас очень при низких зарплатах и низкой мотивации не все педагоги готовы вникать и внедрять эту систему инклюзивного образования. Я думаю, что материальное стимулирование и какое-то нематериальное могло бы замотивировать и педагогов, и они более охотно принимали бы этих детей в класс и уделяли бы должное внимание. И еще, скорее всего, это большой блок некой социальной рекламы, разъяснительной для самих детей об особенностях, чтобы они впускали в класс, чтобы не включался буллинг. Это тоже важно. Вот, наверное, с этого надо начинать, с детского сада и дальше, дальше, дальше. Тогда мы придем к некой универсальной форме, оставляя коррекционные специализированные классы, потому что это важно тем детям, которым совсем тяжело вписаться в систему. Большое вам спасибо. Напоминаем, что в гостях нашей студии Светлана Александровна Сахарова, председатель правления Крымской Республиканской общественной организации «Родители детей-инвалидов РОСТ». Ну а мы идем дальше. И для тех крымчан, которые не знают, как скоротать сегодняшний вечер, мы хотим предоставить афишу. Афишу? В кинотеатрах Симферополя продолжается показ захватывающего фильма ужасов «Страшные истории» для рассказа в темноте. Сюжет рассказывает классическую для жанра историю. Вечер Хэллоуина школьники находят странную книгу. Все, что в ней написано, сбывается в самый неподходящий момент. Смогут ли ребята справиться со смертельно опасными чарами? Фантастическая история Эбигейл приковывает взгляды не только юных зрителей, но и взрослых. Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке эпидемия. Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что болезнь – это выдумка властей, пытающихся ликвидировать людей с магическим даром. Теперь за ней тоже началась охота. Вниманию зрителей российская драма «Бык». Она описывает события 1997 года. Это время борьбы и хаоса, разрухи и выживания. Преступность активно диктует свои правила на улицах. Вожак одной из таких банд – молодой лидер по прозвищу «Бык». Он делает все, чтобы найти место под солнцем и защитить семью. Для любителей острых ощущений премьера фильма «Капкан». В Флориду настиг мощный ураган. Жители эвакуируются из затопленных домов. Только смелая и бесстрашная Хейли, несмотря на буйство стихии, остается в доме и продолжает поиски потерянного отца. И это далеко не все, что ждет девушку. Маленьким зрителям кинотеатры дарят веселый мультфильм «Агли Доллс» куклы с характером. Игрушечный город Агливиль. Обычное место, где живет главная героиня – кукла Мокси. Вместе со своими друзьями она отправляется в увлекательное путешествие. Компанию ждут рискованные приключения. Задачей каждого из них становится проявить характер и остаться собой. Справятся ли они с испытаниями? «Синяя бездна 2». В центре сюжета опытные даверши, которые жаждут острых ощущений. В погоне за яркими впечатлениями девушки погружаются в подводный разрушенный город. Ничто не предвещало опасности, но в какой-то момент оказалось, что это царство населено обитателями. И они – самый кровожадный вид акул на земле. Борьба за жизнь будет отчаянной. На экранах кинотеатров комедия «Трудности выживания». Нина – журналистка, которая только начала свой профессиональный путь. Однажды она мечтает стать настоящей акулой пера. В погоне за сенсацией девушка отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. По дороге к отшельнику девушка попадает в самые неприятные ситуации, в результате которых выясняется, что тот человек, которого она ищет, совсем неплох собой. И это только начало увлекательного репортажа. Крым за год сократил практически в два раза очередь в детские сады. Если в прошлом году была актуальная цифра 19, то в этом году 11 тысяч. Человек, которые стоят в очереди. Конечно, это очень хорошая цифра. Но нужно сказать, что планируется еще сократить ее до 7 тысяч человек уже буквально в следующем году. Это та новость, которую активно обсуждают в интернете. Но что же еще там интересного? Давайте узнаем из сюжета наших корреспондентов, которые активно собирали и набрали самые интересные, самые актуальные и яркие новости. Новости интернета, повторюсь, еще раз для вас. Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день. Спать ночью, днем и даже стоя легко. Главное в этом деле быть особенно осторожным. Ведь одно неловкое движение, и ты снова спишь. Утро начинается не с кофе, а как ни странно, с обескураживающего вида. Не каждый поймет, да что уж там оценит это зрелище по заслугам. Знали бы они, что за пугающим видом стоит всего лишь безобидная шутка. Клей, затянутый кожей, инструмент и вуаля. Говорят, что в жизни важен баланс, устойчивость и поддержка попутного ветра. Но далеко не всех пугает отсутствие сразу трех компонентов. Местами это, конечно, травмоопасно, но ничего, неприятность эту мы переживем. Не только любви все возрасты покорны, но и детским шалостям. Сходить с ума, смеяться до упаду, беззаботно покорять давно забытые карусели. А делать это с компанией единомышленников вдвойне веселее. Победа любой ценой. Обгони, переедь, набери максимальную скорость и даже возьми машину на руки. Вот только груз оказался нелегким, а ноги предательски ватными. Но и это не остановит перед лицом волнующей победы. Когда ты в душе и даже в душе, ты немного артист, уставший после очередного тяжелого концерта. Не посильно это ноша – давать интервью, посещать мероприятия и всегда улыбаться. Сил к концу рабочего дня совсем не остается. «Один дома» – это не просто название знаменитого фильма, а настоящий аттракцион. Изваляться в красном порошке, разбросать кухонную утварь, а потом искупаться в раковине. И напоследок покорить обезоруживающей улыбкой вернувшегося домой родителя. Вот он, будущий Марадонна. Именно так думает папа о своем цинишке. Способности будущего форварда подтверждает фееричное попадание прямо в яблочко. Я люблю говорить, что телевидение – это всегда немного магия. Сегодня здесь, а завтра там. Прямо сейчас мы находимся на крыше. А наш мобильный корреспондент в центре города. Так вот он готов нам рассказать, какие же события интересные происходят там. Александр, доброе утро. Рассказывайте, как на руку. Доброе утро, Саша. Да, коллеги, прямо сейчас я нахожусь возле здания Главного управления Госавтоинспекции Крыма, который расположен по адресу улица Киевская, 158. И у меня есть очень приятная новость специально для российских автомобилистов. Очень скоро они получат такую возможность обжаловать штрафы онлайн, не посещая Госавтоинспекцию. Кроме того, еще дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Прототип услуги будет показан гражданам специально, чтобы получить от них замечания и предложения. Сам сервис планируют запустить в 2020 году. Размещаться он будет на портале Госуслуги. Это позволит обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет дать согласие на рассылку электронных писем. И письма будут приходить сразу же после вынесения постановления о штрафе. В таком письме будут указаны все подробности правонарушения и фотографии. Если граждане не согласны со своими правонарушениями, они будут обязаны прикрепить доказательства в виде видеофиксации со своих регистраторов. И возможно то, что все-таки штраф будет обжалован. По словам экспертов, на сегодняшний день нет еще эффективного механизма обжалования штрафов с камер. Но я надеюсь на то, что к 2020 году все поменяется кардинально. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Итак, около 6 тысяч школьников пойдут в первый класс на территории Крымского полуострова, а именно в сердце нашего Крыма. И, как известно, 18 классов будут добавлены. Это намного большее количество, чем было поданных заявлений в феврале. То есть школьников все-таки, их количество растет. И нужно сказать, что собрать ребенка в школу в последнее время стало очень дорогим удовольствием. Более того, особенно тяжело семьям с многодетным количеством детей. То есть многодетные семьи страдают от действительно дефицита средств. Это, повторюсь, собрать школьника сегодня стоит около 10 тысяч рублей. Но о том, как справляются с этой проблемой в Черноморском районе, расскажет Татьяна Балыкина. Путайся. Только много и путайся. Хорошо. В этой семье делить все поровну учат с детства. Взял конфету себе, угостись сестер и брата. У Виктории Горбуновой подрастает пятеро помощников. Несколько лет женщина растила их одна, но полгода назад в доме появился кормилец. Пятеро детей. Конечно, много денег уходит на продукты. Потому что, понимаете, что каждый день они должны кушать, они должны быть одеты. Игрушки маленькие. Для старших тоже хватает. Тем более, конечно, учебный год – это тоже недолго. Перед первым сентября у родителей забот немало. Нужно и школьную форму обновить, и канцелярию. Не у всех есть возможность собрать даже одного ребенка. Но подготовить к учебе сразу нескольких детей – серьезная финансовая нагрузка. Проблему решают общими усилиями. 95 школьников с 1 по 5 класс из семей с небольшим достатком. Неравнодушные люди подарили детям настоящий праздник прощания с летом. А вместе с ним и новые учебные принадлежности. Внутри ранца – ручки, тетрадки, альбом для рисования, цветные карандаши. Целый набор канцелярий, который может понадобиться школьнику в течение года. Останется теперь только хорошо учиться и радовать родителей отличными отметками в дневнике. Помогли и Иванни Шахбановой. Благодаря акции «Милосердие без границ» и поддержке районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, совсем скоро исполнится главная мечта девочки. Она сможет слышать. Городская администрация вместе с местными предпринимателями помогает малоимущим семьям с ремонтом. Организовывают детям досуг, собирают их в школу. Наши предприниматели, представители всего сообщества Черноморского района оказывают помощь детям из малообеспеченных семей. Мы же прекрасно понимаем, что не у каждого ребенка сегодня есть возможность достойно собраться в школу. И не зависит это от ребенка. Но так оказалось в жизни трудный момент. А мы должны помочь. До начала учебного года осталось меньше недели. Теперь, когда все необходимые принадлежности в рюкзаках, оценки в дневнике зависят только от старания самих школьников. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну а сейчас в нашей студии гость. И я предлагаю прямо сейчас к нему присоединиться. Правильно, мы с тобой так и поступим. У нас в гостях Вера Владимировна Павлова, врач-методист Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики Крым. Повторюсь, мы уже говорили о том, что дети собираются в школу. Совсем скоро прозвучит первый звонок. Но вот на самом деле не только карандаши и ручки им нужны, а еще и медицинские справки. Да, и хотелось бы узнать, как именно и что для этого делают. Вот для этого мы пригласили гостя, который нам все-все расскажет. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Традиционный вопрос. Как началось ваше утро нового дня? Благополучно, вполне. Я приехала к вам в такую замечательную студию. У вас есть кто-нибудь, кто собирается в школу в вашей семье? Нет, меня нет. У меня уже взрослый ребенок. Мы традиционно знаем, что для того, чтобы пойти в школу, нужно купить тетрадки, ручки, карандаши. А вот по поводу медицинской подготовки. Что родители должны знать, как подготовить своего ребенка? Ну, на самом деле мы сегодня встречаемся уже довольно поздно для того, чтобы готовить ребенка к школе. В этом плане можно сделать какие-то последние приготовления, которые не успели сделать. Вот. Ну, естественно, родители, у которых детки идут первый раз, они обычно наиболее насторожены. Им они уже давно должны были подойти в школу, узнать и собрать те медицинские документы, которые им нужны. Какие же это документы? Ну, это обычно медицинский осмотр определенной формы. Детки, которые посещали детский садик, обычно это не встречает затруднений, потому что это все делается заранее. Вот. Ну, поскольку по законодательству у нас на образование право имеют дети любые, абсолютно, с любым состоянием здоровья, там только решается вопрос о том, будет ли ребенок посещать школу или он будет какое-то другое обучение проходить. То есть это абсолютно все дети имеют право на образование. Вот. Ну, а детки, которые не первый раз идут, они уже в течение года привыкли. Вот. То есть у них еще меньше затруднений. Единственное, что, конечно, что нужно ребенку, это нужно определить группу здоровья, по которой он может посещать занятия физической культурой. Именно группу здоровья. На самом деле у нас... А можете пояснить, вот группа здоровья, что она определяет? Сколько раз подтягиваться, сколько отжиматься? Нет, она определяет, какой вид занятий он будет посещать. То есть это общее занятие. Ребенок не имеет ограничений и по программе, которая есть по физкультуре, разработана определенная программа, он может свободно ходить. Либо он будет посещать с какими-то ограничениями, либо это специальная или лечебная группа. То есть, грубо говоря, ему, например, нельзя бегать или нельзя приседать. Да, ну, не бегать или приседать. Есть просто уровень физической нагрузки. Бегать или приседать – это один вид просто упражнений. А на самом деле это зависит от уровня физической нагрузки. То есть ребенок, в каком темпе он может присесть. Ведь мы все эти, на самом деле, движения делаем в обычном быту. То есть данная ситуация имеет в виду степень нагрузки. Преподаватели это знают. Ирина Владимировна, вот очень актуальный вопрос, я бы даже сказала злободневный. Пустят ли в школу без прививок? Значит, я еще раз сказала, что право на образование имеют все. Пока на сегодняшний день… Да, законодатели обсуждают различную ситуацию. Но пока на сегодняшний день имеет место такое ограничение, ограничение, что могут отстранить от занятий ребенка, не привитого по определенному заболеванию, в тот момент, когда имеет место эпидемия или вспышка данного заболевания. Как о заболеваниях мы говорим? Мы говорим об инфекционных заболеваниях. Ну, в эпидемиях все от инфекционных. Вот любых, от которых существует вакцинация. Вакцинация существует далеко не от всех заболеваний. То есть, например, полиэмилита, если эпидемия возникла, то ребенку в школу не пустят. Значит, с полиэмилитом более тонкая история. Все знают, что было ограничение, причем на время именно этой эпидемии. Ребенок должен быть обеспечен, ну, либо вакциной, да, то есть, если он по каким-то причинам не был привитвен. Существуют медицинские отводы. Просто сейчас ситуация такова, что существуют так называемые отказники без повода. Вот просто на каком-то вот собственном убеждении. А существуют медицинские отводы. То есть, этому ребенку нужно обеспечить занятие на дому, он в школу ходить не будет на время этой эпидемии или вспышки. С полиэмилитом ситуация была несколько иная. Полиэмилит – крайне тяжелое заболевание, которое не протекает без осложнений, к сожалению. То есть, не обязательно это смертельно, но это обязательно будут осложнения. И была вспышка, и прививали детей именно для того, чтобы они не заболели. Но поскольку вакцина от полиэмилита живая, то ребенок, который не привит, может пострадать от этой вакцины. Тогда не возникает какого-то развернутого заболевания, но все равно ухудшение состояния может быть. Поэтому с целью защитить детей непривитых от свежепривитых был ограничен доступ, но он же ограниченный. Понимаете? То есть, это не значит, что ребенок не будет учиться. Вот есть сроки, да, привили детей в школе. И существует определенный срок, на который ребенок по какой-то причине либо он непривитой, либо отказник, не будет посещать. Потом он выйдет и будет снова посещать этот же класс. Вот вопрос касательно ветреной оспы. Сейчас, я знаю, активно стали прививать от нее. Но в мое время говорили, нет, что-то ребенок должен обязательно переболеть, и тогда будет иммунитет и никогда не заболеть. Ситуация заключается в том, что изменяется уровень здоровья. К сожалению, он изменяется не просто в сторону, допустим, ухудшения, нельзя сказать, но модифицируется. Сейчас, допустим, реакция организма ребенка на то или иное заболевание отличается. Не всегда, еще раз подчеркиваю, есть люди, которые абсолютно классически переболевают и дети, их таких большинство. Но могут быть отличия. Мало того, еще и вирусы имеют привычку. Конечно, вирус ветреной оспы, он достаточно медленно модифицируется, не так, как вирус гриппа, но могут быть какие-то нюансы. И поэтому для того, чтобы избавить ребенка от тяжелого течения этого заболевания, предлагают внести эту прививку в календарь прививок, чтобы ребенок просто не заболел. То же самое касается, я полагаю, паротита и краснухи. Вакцинация от паротиты и краснухи входит в календарь обязательных прививок. Слово «обязательный» – это значит то, что государство обязано предоставить родителям данную вакцину в положенные сроки. А как сейчас обстоят дела? Есть вакцины? Ну, насколько я знаю, проблем не было. Насколько это мне известно. Просто не может не радовать. Это действительно хорошая новость. А вот что касается еще документов. То есть мы с вами обсудили эту самую страшную прививную карточку. Она абсолютно не страшная. Страшная. Просто очень многие боятся. Конечно, боятся почем зря, но тем не менее... Дело не в этом. Дело в том, что это просто занимает у родителей достаточно большое количество времени. В наш такой бурный век, вот в этом заключается ситуация. Кроме того, и ребенок, когда идет впервые в школу, да, он предоставляет эти документы. Затем ребенок должен получить диспансеризационный осмотр, да, то есть проследить за здоровьем ребенка. Это не значит, что это нужно сделать 30 августа. Есть такое правило. Ребенок осматривается определенными специалистами в связи с определенным возрастом. И вот родители просто, чтобы не вызывать ажиотаж, знают, что ребенку исполнилось 7 лет. Обратились к педиатру. Каких специалистов должны в этом возрасте смотреть. И в течение года осматриваются. И приходят в следующий класс с этим документом. Непосредственно вот документ, который нужно к 1 сентября предоставить, это для того, чтобы учитель физкультуры знал, как нагружать ребенка на уроке физкультуры. Все остальное можно сделать заранее. Так же, как в течение года можно приобретать тетради в клеточку, в полосочку. Единственный вопрос это о том, что дети растут по этому форму. И обувь родители не могут купить сильно заранее. Но некоторые покупают по 3-4 раза в год. Поэтому ажиотаж, который у нас возникает перед школой, вызван нами самими. Мы все хотим все сделать в последний момент. Ира Владимировна, и у нас осталось буквально 15 секунд. Мало, но тем не менее, я вас прошу обратиться ко всем, кто идет в школу, кто начинает новую жизнь, школьную уже. Желать им здоровья. Я желаю здоровья, и я желаю душевного спокойствия. Не нужно переживать. Все детки должны выучиться и будут выучены. И самое главное, это чтобы родители верили в своих детей. Я добавлю, что самое главное, чтобы дети были здоровы. Напоминаю, в гостях нашей студии Вера Владимировна Павлова, врач-методист Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики Крым. Ну а мы идем дальше и с удовольствием хотим предоставить нашим крымским телезрителям информацию, которая происходит на территории нашего крымского полуострова, но находится сама эта информация в интернет-сегменте. Неравная борьба развернулась в столице полуострова. Чем собака не угодила хозяину, неизвестно. Но просмотрев видео до конца, становится ясно. Для того, чтобы выместить агрессию на четырех лапам, молодому человеку причин не нужно. Очевидцы произошедшего надеются, случай не останется без внимания представителей правопорядка. Лето в Ялте – настоящее испытание для автомобилистов. Порой на поиски места для парковки уходит слишком много времени. У этого водителя, по всей видимости, таких сложностей не возникает. А то, что люди не могут пройти к детской поликлинике – не его проблемы. Не теряя ни секунды, увидев, как автомобиль вылетает за границы проезжей части, очевидцы ДТП побежали на выручку. Выломали дверь, достали сиденье и помогли людям выбраться. На данный момент причина инцидента неизвестна. К счастью, обошлось без пострадавших. На пути в Крым не может быть преград. Не сговариваясь между собой, автомобилисты убрали с дороги рухнувшее дерево. Всего пару минут и поток машин двинулся дальше. Добиться можно всего, стоит только захотеть. Если природе по плечу разрушить асфальт, то для человека уж точно нет ничего невозможного. Шампиньоны. Просто жесть. Словно по щелчку, двигаясь по феодосийской трассе, автомобиль вспыхнул без видимых на то причин. Огонь распространился по кузову моментально. Сначала водитель надеялся справиться с возгоранием самостоятельно, но вовремя одумался и позвонил по номеру 101. Ну что же, я предлагаю снова воспользоваться магией телевидения. Сейчас, Саша, заметил, очень теплая погода, приятно находиться на 16 этаже жилого комплекса «Альфа». А сейчас немножечко ниже, где-то на улицах крымской столицы, находится наш мобильный корреспондент Александр Кононов. И мы уверены, сейчас он что-то очень интересное нам расскажет. Да, коллеги, я из мобильного превратился прямо сейчас в автомобильного корреспондента, потому что мы застряли в пробке на улице Толстого. Сейчас на часах уже 8.48. Несмотря на то, что по-прежнему продолжается лето, многие уже повозвращались со своих отпусков и уже начали спешить на работу. Я рекомендую для того, чтобы не застрять в пробке, выезжать заблаговременно. Но если вы уже застряли в пробке, то я думаю, что ничего страшного в этом нет. Не стоит суетиться, не стоит беспокоиться, не стоит препятствовать движению других машин. Просто в общем потоке двигаться. И тогда все будет отлично, все будет замечательно. Кстати, рекомендую настоятельно соблюдать правила дорожного движения. В городе у нас скорость не больше 60 км в час. И, конечно же, друзья, мы уже проехали Гагаринский парк, где 31 августа в 17.00 состоится республиканский фестиваль украинской культуры «Обжинки-2019» в рамках Дней Украинской культуры. На этом празднике будет выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, театрализованный концерт с элементами украинских обрядов, выступления творческих славянских коллективов Крыма, а также будут забавы и конкурсы. Ну и, конечно же, предусмотрен хоровод для тех, кто уже основательно захочет проникнуться этой атмосферой. Гости мероприятия смогут сфотографироваться на фоне пшеничных снопов, которые там же будут находиться. И вот, в принципе, на этом, коллеги, у меня все. Передаю вам слово. Спасибо, Саша, за полезную информацию. Но я хочу со своей стороны добавить тоже очень полезную информацию и снова на медицинскую тематику. Дело все в том, что 4 сентября в 9 часов утра в Ялте в санатории Узбекистан состоится беспрецедентная акция. Президент Ассоциации диабетиков России приедет прочитать лекцию о том, как же жить людям со вторым типом диабета. Это очень важно, потому что это заболевание ежегодно уносит до 500 миллионов человек в год. Повторюсь, это очень серьезно, и все желающие могут абсолютно бесплатно прийти и послушать, как правильно жить, как правильно считать хлебные единицы, ну и так далее. Эта полезная информация будет абсолютно для каждого. Но я думаю, что стоит двинуться далее. Как ты думаешь, бильярд – это все игра или спорт? Я думаю, что все же бильярд – это спорт. Но для многих этот спорт может заменить досуг и также выходные, когда человек не знает, чем себя занять, собраться с компанией и показать, кто есть кто. Я думаю, что покажет, кто есть кто наш корреспондент Стефан Филатов, который снял на эту тему специальный сюжет. Давайте к нему и обратимся. Зеленое полотно, лузы, шары и кий. Бильярд появился в середине 15 века, и до сих пор игра почти не изменилась. Сегодня по этому виду спорта проходят соревнования и чемпионаты. Призовой фонд в бильярде – один из самых больших. Миллионы человек мечтают получить титул лучшего из лучших и выиграть приз. И после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный. Он на бильярде в два шара играет с самого утра. Трудно представить, но на Руси бильярд появился в 1698 году. Упоминается игра даже в поэме «Евгений Онегин». В России игра моментально обрела народную любовь. Однако многие, включая Петра Первого, который привез заморскую диковинку из Европы, сочли бильярд слишком легким занятием. Появление русской вариации или же пирамиды не заставило себя долго ждать. Шары стали больше, лузы меньше. Появился красный биток. Теперь каждый удар строился на контакте с ним. Сегодня основных видов бильярда четыре. Помимо пула, снукера и французской карамболи в этом списке и русская пирамида. Вне зависимости от этого базовое обучение одинаковое для всех стилей. Желательно, чтобы в первую очередь акцент был на стойке. Это базовое. Второе – это психология. Что вы имеете в виду, говоря о психологии? Психология подразумевает это полная концентрация, то есть умение владеть собой, своим настроением, чтобы мысли были запечатлены только на победу. Как и в других видах спорта, обучаться игре в бильярд лучше с раннего детства. Без специальной подставки до поверхности стола ребенок не дотягивается. Однако недооценивать эту девочку не стоит. Фору готова дать многим. За полгода тренировок пятилетняя Мишель не раз становилась победителем различных соревнований. Я хорошо бью, но я хочу еще лучше научиться и бить, как мой тренер. Молодец. Надо не просто забить шар, но и предугадать последствия удара. Игра не только развивает неткость и глазомер, она учит практикующего думать, просчитывать комбинации, выстраивать логические цепочки. Именно поэтому бильярд так популярен в мире. Стефан Филатов, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Дорогие друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, но мы с вами не прощаемся. Желаем хорошего дня и обещаем встретиться уже буквально завтра, совсем скоро. Ну а с вами два часа в прямом эфире были Александр Ткачев и Ирина Берилюк. До новых встреч, друзья. До завтра.